Дорожный движение Как позже призналась ведущая праздника Вера Магокян, ребята с честью прошли это испытание. Настолько приятно меня удивили наши дети. Скажу честно, никто заранее не готовился вот так, чтобы подготовить детей. Эта работа ведется ежедневно, ежечасно. Всегда проговариваем, ведь безопасность наших детей – это очень важный аспект, поэтому на это у нас уделяется очень-очень много времени. Действительно, занятия, в том числе и игровые, посвященные правилам дорожного движения, в детском саду проводятся на протяжении всего года. Этот получил название «Безопасный путь домой». Во время игры по правилам дорожного движения педагоги используют максимальный набор выразительных средств. Здесь и декорации в виде дорожных знаков, и светофора, и песни, и подвижные игры. Во время такого урока сложно заскучать. Отдельно стоит упомянуть театральную сценку «Кот и петух», поставленную силами самих дошколят. Хитрая лиса в отсутствии кота выманила наимного петуха поиграть на проезжей части. Все в конце концов остались живы, но без происшествий не обошлось. В фойе детского сада разместилась выставка. Эти работы подготовлены для конкурса, который также посвящен правилам дорожного движения. Этот конкурс у нас приурочен к этой акции «Безопасный путь домой». В конкурсе участвуют не только дети, но и, конечно же, их родители. Как всегда бывает, конечно, побеждает дружба в детских садах. Ну и, конечно же, мы будем самые лучшие работы, конечно же, будем их награждать. С начала года в Ленинском районе зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Статистика не очень плохая, и все же главная цель подобных мероприятий – свести ее к нулю. С 18-го числа у нас идет операция «Весенние каникулы», направленная на безопасность наших детей. И, опять же, в первую очередь, это внимание на детей пешеходов, это внимание на детей пассажиров. Еще раз, наверное, все-таки я обращусь к нашим уважаемым родителям, чтобы перевозили детей в специальных детских удерживающих устройствах и не отпускали детей одних на улицу. В конце праздника каждый участник получил светоотражающую наклейку на одежду в виде веселого смайлика. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.